Приветствую вас. На самом деле, мне кажется, что в некотором смысле все достаточно просто. Дело в силу заключается в том, что молодой человек отчасти в себе не уверен. И не уверен он в себе настолько, что когда вы уехали, он боится, что вы к нему охладеете. Он боится, что вам станет на него, образно говоря, плевать. И поэтому он сейчас всеми силами пытается вывести вас на эмоции. В том числе и на злость. То есть ему правда хочется, чтобы вы злились, потому что своей злостью в том числе вы показываете, что ему на вас не все равно. Вы показываете, что, ну, вы для него что-то значите, и вы показываете, что он для вас сынен и важен. То есть, понятное дело, что это очень странная позиция. Понятно, что это позиция неуверенного в себе человека. Вот это, безусловно, так и есть. Вот. Но, но, на мой взгляд, он пытается просто вас вывести на эмоции, чтобы вы демонстрировали, ну, демонстрировали, показывали ему, каждый раз, что он для вас по-прежнему, что это значит. Вот. Хотя, хотя, это и так очевидно. Но он сомневается в себе, а значит, и сомневается в вас. Значит, на мой взгляд, на мой взгляд, вот, то, что он вспоминает, значит, первый секс с вами, то, что он хочет, а, а, значит, ну, возвращаться в какую-то ретроспективу постоянно. Это, опять же, говорит о его попытках вызвать у вас некие эмоции, чтобы вы его не забыли. То есть, страх вашего мужчины в том, что вы его забудете. Он боится, что вы его забудете, он боится, что вы не будете его помнить и не будете хотеть к нему вернуться. Вот. Другой вопрос заключается в том, почему вы, вот, именно вы злитесь. Злитесь. То есть, ээээ... Чем? Вас злит мужчин. То есть, вы говорите, ээээ... О том, что он вам демонстрирует какие-то слова, да, ну, какие-то вещи он вам говорит, вот. И вы, соответственно, из-за этого начинаете злиться, вот. Мне кажется, что тут вот надо бы определить всё-таки, что именно вас злит, что именно вас вызывает, почему вас это злит и почему вас это вызывает. Вот. На мой взгляд, это очень важный момент, так как позволит не вступать с молодым человеком в лишние ссоры, в лишний скандал, вот, и не портить отношения с ним на расстоянии. Вот. Что вы, в общем, сейчас, на мой взгляд, делаете. То есть, самое, самое скверное, что вы можете сделать, ну, вот. Это, это испортить отношения с ним, находясь на расстоянии. Вы пишите, что хотите понять его к вам отношения, вот. Вы пишите, что хотите понять, как он к вам относится. Но для чего вы хотите это понять? Разве не важнее, как вы относитесь к нему и что вы чувствуете? То есть, понимаете, он ориентируется на вас. Вы ориентируетесь на него. И получается, что вы друг на друга пытаетесь отчаянно навесить ответственность. Каждый за себя. И это сделать у вас не получается. Потому что, ну, человек, он, в общем и целом, не должен и не может отвечать за другого. Вот. Поэтому и возникает такая проблема. Каждый из вас не уверен в сам себе. Вот. Наверное, именно этот момент и нужно, в первую очередь, прорабатывать вам. То есть, вот, ваша злость и... Дот-два в отношениях, по сути, по сути, сделано на расстоянии. Вот. Необходимо понимать, что... Изменения... В отношении молодого человека... Кла... Свидетельствуют... О том... Что... У него... Произошли... А... Какие-то, в том числе... Перемены. А... Вот. И вот, нужно, собственно, выяснить, что с ним произошло. Какие у него произошли перемены. На мой взгляд, это... Очень важные истории. Если вы будете больше... Ориентироваться на него. Если вы меньше будете ориентироваться на себя. То, возможно, у вас... А... Получится... Не только... Сохранить отношения. Но и вывести их на новый... Уровень. Вот. На этом все. А... Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Субтитры сделал DimaTorzok